Теплыми бывают не только чай, перчатки и одеяло, теплыми бывают все. Разговоры, взгляды, люди, письма, ну и, конечно же, советы от нашей программы. Я вас приветствую и мы переходим к анонсу. Начали программу, выберем автомобильную сигнализацию. Далее определимся, где встретим 2016 год. И в завершении приготовим очень вкусное блюдо из телятины. Угоны автомобилей, случаи частые и даже очень. Нам под силу обезопасить себя и свое автомобильное средство. Как это сделать? Купить сигнализацию. О выборе далее в сюжете. Одна из самых простых сигнализаций, которые доступны на рынке, низкого ценового диапазона. Это односторонняя сигнализация с простыми охранными функциями. Здесь в комплекте существует то, с чем будет работать любой пользователь. Это два брелочка для работы. Функции, которые вы можете с него делать, это открыть-закрыть машину. Подключение электромотора багажника. То есть вы можете открывать дистанционно багажник. Возможно, подключение доводчика стекол. Эта функция создана для комфорта. И имеет определенные охранные функции. Но они на данный момент ненадежны. Совершенно другой класс сигнализации. Это двухсторонняя сигнализация. В комплекте она имеет уже существенное отличие от других. Это брелок, с которым будет работать любой пользователь, двухсторонний. Он имеет индикацию состояния автомобиля. То есть в поле радиуса приема сигнализации, вот такой брелочек, второй брелочек, это запасной, на случай неработоспособности первого. Этот класс сигнализации позволяет вам уже видеть в досягаемом пределе радиочастоты свой автомобиль. А конкретно его состояние. Следующий уровень – это сигнализации также двухсторонние, только имеют дополнительные функции комфорта. Это запуск двигателя. Возможность подключения турботаймера. Эти сигнализации имеют несколько высокий диапазон цен. И в среднем начинаются от цены 1600 гривен. Следующий класс сигнализаций, он имеет более высокий ценовой диапазон. В среднем такие сигнализации начинаются от 2500 гривен. Но есть основная особенность. Первое, на первое, это охранные функции. Данные сигнализации обладают на данный момент несканируемым диалоговым кодом, который не поддается вскрытию в разумном временном режиме брелком-грабером либо сканером. Это самые передовые современные сигнализации. Если ваш автомобиль оснащен так называемой коншиной, вы при выборе сигнализации в первую очередь должны обращать внимание, чтобы сигнализация обладала модулем коншины. Эта сигнализация сразу указывает на то, что она современная. Эта сигнализация имеет высокую степень охранных функций. Ну, соответственно, и диапазон цен на данный продукт является более высоким. В среднем подобные устройства начинаются от 5000 гривен. Вашему вниманию представлена одна из охранных систем. Называется она иммобилайзер. Не имеет ни единой кнопочки для нажатия. Характеризуется очень компактными размерами, высокой скрытостью установки. Ее крайне сложно обнаружить в автомобиле злоумышленнику. И надежно защищает автомобиль от вскрытия электронным способом. Это так называемые иммобилайзеры высокочастотные, которые работают на частоте 2,4 ГГц. Ну вот мы сегодня рассмотрели очень много разновидностей. Все-таки вы как специалист, вы для себя какой бы вид выбрали и почему? Лично для себя, так как я имею определенный опыт эксплуатации автомобиля, и у меня он не один, я выбираю однозначно сигнализацию с двухсторонней связью. Если мой автомобиль оснащен современной цифровой шиной и каншиной, это сигнализация с внедренной системой каншины. И в некоторых автомобилях у меня установлена сигнализация с автозапуском двигателя. Это очень удобно, особенно если у вас машина стоит на парковке в холодное время. Вы можете завести заранее автомобиль, он прогреется, но при этом можете не бояться за свои транспортные средства. Оно будет под надежной охраной. В случае любых несанкционированных действий со стороны злоумышленника автомобиль заглохнет и заблокируется. Конец октября, самое время задуматься, где же встретить 2016 год. В это время особенно хочется новых впечатлений и эмоций. Новогодние туры уже начали бронировать. Поспешим и мы. По акции раннего бронирования очень много спецпредложений. Так же само по опыту прошлого года мы видим разницу в цене, что это позволит сэкономить семейный бюджет на 30-40%. Так же самое изначально, во-первых, разбираются наиболее экономные варианты туров и лучшие предложения. То, что потом вы просто не сможете взять тур, наиболее подходящий вам по количеству ночей и по месту пребывания. Потому что наиболее лучшие отели разбираются и остается уже то, что не добралось. Что касается популярности курортов, то уже не первый год Египет занимает первое место. Он самый экономный вариант, как бы многие могут себе его позволить. И очень интересный, потому что в каждом отеле в новогоднюю ночь шикарное шоу. Очень интересно видеть на пляже Санта-Клауса темнокожего. Все украшено в гирляндах. Если сейчас приобретать, это будет 700 долларов. Если брать уже вот к дате вылета ближе, это будет 1000 долларов. Следующее, тоже самое, можно предложить экзотику. Здесь будет уже немножечко подороже. Но как бы это уже для тех людей, которые хотят отдохнуть от всей суеты, насладиться вот этой красотой пальм белослежных песков. По ценовой категории, вот, например, Гуа очень популярна, Доминиканская республика. Но здесь будет подороже и отдых обойдется в 2500-3000 долларов на двоих. Мы обязательно предлагаем всем нашим туристам наиболее экономный вариант вот это горнолыжная Болгария. Что очень удобно, это есть автобусный выезд из Днепропетровска, из Запорожья, из Харькова. Кому как удобно куда добираться. По ценевой политике это занимает на семью 500 евро всего-навсего. И заезды есть 29 декабря и рождественские с 4 на 1 уже выезды. Очень много экскурсий, которые позволяют узнать, познакомиться с их культурой, с монастырями. Понравится и детям, и взрослым. Кроме того, там очень вкусная еда. Там очень много спа-центров. Для мужчин там очень интересно, есть зимняя рыбалка. То есть обязательно можно брать с собой женщину, чтобы она поняла, что это действительно увлечение очень интересное. Это красиво, это больше похоже на такой пикник с выездом. По Украине есть экскурсионные туры. И, конечно же, горнолыжные курорты. Карпаты – это вот такая сказка, которую любят все дети и взрослые. И по ценевой категории для каждого можно найти в этом году варианты. Потому что начинается стоимость торок на неделю. Например, только с завтраками. 1500 временно человека. Сейчас начали интересоваться Ужгородом. Именно поездки в Ужгород. И по цене это очень недорого. И по количеству ночей есть. То есть вы можете поехать на 3 ночи, можете на неделю, можете на 10 поехать. И в завершении программы по хорошей, доброй традиции заглянем на кухню к нашему шеф-повару. Вить, будем готовить мясо. Это я уже поняла. Да. Расскажи, для чего чернослив, мед, мясо, ну как-то совсем несовместимое. Сегодня мы будем готовить очень вкусное блюдо под названием говядина, тушеная с черносливами, медом. Для этого нам понадобится говядина, молодой теленок, я смотрю, у нас тут мясо розовое. Юля порежет нам лоб кубиком. А я займусь пока говядиной. Нам нужно эту плиту. Вот так, да? На три части. На пополам и кубикам. Ну, не медленно, да? Ну, средним таким, да. Мы вырезаем плеву с нашей говядины. Мясо мы будем резать небольшими кусочками, вот такими вот кубиками. Так, теперь нам нужно обжарить наше мясо. Да, на разогретую сковородочку мы сейчас его положим. Нам нужно обжарить наше мясо на раскаленной сковородке, для того, чтобы поры мяса в нашем закрылися сразу, чтобы мясо было сочное. Теперь нам нужно порежать наш чернослив на пополам. Чернослив нам нужен без косочек. Мы его предварительно помыли, просушили и режем. Мы теперь перекладываем наше мясо в кастрюльку. Так, а мясо ставим на огонь. Наливаем немножко воды холодной. И тушим до готовности. В наш лук кладем томатную пасту. Две ложечки. Что, мешай? Да я помешаю. Теперь мы выкладываем сюда наш чернослив. Немножко его обжариваем с томатом. Теперь мы выкладываем столовую ложку меда сюда. Теперь мы сюда высыпаем наш обжаренный чернослив с луком, томатом и медом. Перемешиваем и тушим на слабом огне. Солить будем говядину в самом конце, для того, чтобы наше мясо было нежное. Потому что, когда мы посолим его вначале, в жарке мясо будет резина. За пять минут до готовности мяса мы наше мясо перчим. Солим. Да, солим. Лаврушку по одну штучку положим. Так, солим, солим. Солим. Ой, просто вкусненькое. Вкусненькое. Блюдо, которое, по словам Виктора, он готовил не первый раз, ну а на самом деле это экспромт. Вот, уже готово, пахнет. И пора уже пробовать, Вить. Будет вкусно? Ну, надеюсь, что да. А ведь из маленьких радостей можно сколотить вполне приличное счастье. Согласны? На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова